Всем привет! Это Хоккейный коллективный разум. Мы выводим общий знаменатель из прогнозов на грядущий матч от известных хоккейных экспертов. Итак, поехали. Чемпионат КХЛ Акбарс-Металлург-Магнитогорск. Дегтярев замечает, Акбарс сейчас хорошо готов. У команды все в порядке и в обороне, и в атаке. Чего не скажешь о Металлурге. Есть проблемы и впереди, и сзади. Потому лучше готовый Акбарс должен побеждать. Тем более квартально прошел всю подготовку с командой, а Воробьев только занял свой пост. Поэтому Владимир уверен в победе Казанцев. Его ставка победа Акбарса в матче. Лебедев тоже отмечает прекрасную форму Акбарса, особенно в сравнении с предыдущими сезонами. А вот у Магнитки дела плохи. Замена Яндача на Воробьева пока видится заменой Шила на Мыло, и никакому результату не приводит. Поэтому Акбарс победит, сделает это уверенно, с шутками и прибаутками, и забьет минимум на пару шайб больше Магнитки. Ставка Лебедева на Акбарс с форой минус полтора. Вуйтек наоборот больше верит в Металлург, несмотря на состояние команд. Хотя сейчас матч пройдет и в Казани, Илья Воробьев сможет набрать очки. Возможно, будет ничья, но в итоге Металлург победит. Конечно, он не явный фаворит, матч больше ничейный, но для эксперта чуть-чуть сильнее Магнитогорска. Его ставка победа Магнитогорска в матче. Миронова замечает то, как Квартальнов прекрасно влился в Казанский клуб, а Воробьев никак не может найти свое счастье в новом старом клубе. И пока Магнитка отличается только количеством звезд. В этом же матче Дарья не ждет большого количества шайб, выделяя принципиальность этого противостояния. Ее ставка тотал меньше четырех с половиной. Лысенков напоминает, что в матчах против Йокерта и Сочи Акбарс забросил больше десяти шайб. И что будет дома? Акбарс проводит первый матч перед своими болельщиками. Сумасшедший ажиотаж. И Металлургу придется очень тяжело. Хотя Магнитке и так тяжело, а тут еще и смена тренера успела случиться. Поэтому Павел ждет победы хозяев, но без большого количества шайб. Его ставки – победа Акбарса в матче и тотал меньше четырех с половиной. Илюшин тоже обращает внимание, что Акбарс отлично начал сезон, но пока не наиграл такое же количество матчей, что и оппоненты. Все в этом матче на стороне квартального. Форма команды, трибуны, болельщики. И на этом фоне букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на победу Акбарса в матче. Понятно, что перед игрой он снизится, но на фоне пока совсем не впечатляющего Металлурга цифры очень неплохие. Но и без этих цифр в матче Казань должна побеждать. Победа Акбарса в матче. Что в итоге? Только Вуйток верит в Металлург. Лебедев ждет победу казанцев с разницей в две шайбы. Двое из шести ждут не больше четырех шайб за игру. И трое из шести верят в победу Акбарса по итогам всего матча. Так или иначе, больше половины экспертов верят в победу казанцев по итогам всего матча против Металлурга. Поэтому сегодня дебютный хоккейный коллективный разум запишет победа Акбарса в матче. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть полную картину прогнозов. И как всегда жду ваши комментарии с вашими вариантами ставок на эту игру. А если хотите больше хоккейных прогнозов, то подписывайтесь на наш специальный хоккейный канал РБ Хоккей по ссылке в описании. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok